Сегодня праздничный день на Урыс, и мы решили сделать праздничный стол, накрыть уже всё, как говорится, красивыми чехлами. Вдруг кто-то приедет в гости, мы всегда должны быть готовы. А какие гости, когда мы из дома сегодня уходим? Ну ничего, вдруг вечером придут. У нас соседей есть, мы же ходим друг к другу в гости. И будет вот такой вот праздничный, уже подготовленный, останется только чайник поставить. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. То там стакан, то там сто грамм, на то оно и утро. Ребята, холодно. У меня я держу телефон, и он у меня трясётся, как трясогуска. И Валера сказал, что утром на термометре было минус, не то минус пять. Сразу другой день. Ой, не то минус шесть. А когда ещё наряжаешь всё, так настроение сразу праздничное. Мы ещё скатерть красивую постелим. Скатерть белая. Саму брамку, саму брамку которого. За летавину. Ой, у Ольги тут столько интересностей. Это всё дело её рук. Оленька живёт в своём доме. Ребята, слушай, я не могу, я говорить не могу. У неё какая люстра хрустальная. Здесь, как его, Оля, как этот, хотелось сказать? Горшочек. Не горшочек, вообще хотелось сказать, качан. Не качан, не казан, котелок. А здесь, а вот это, наверное, старинный, да, Оль? Что это, да. Слушай, а на нём не пишут год выпуска? И наша чугунная печка, которая у мамы стояла во время войны ещё. Они жили на бывшей Абдулины, где сейчас построили новый дом. Вот там они жили. Была одна комната. И вот эта печка обогревалась. Там была круглая печь на несколько комнат. Но они её не топили, потому что дров надо было на ту много. А эта маленькая миниатюрная на всё хватало. Слушай, ну вот это историческая. Реальная историческая. Историческая печка. Оля, так это вообще надо её передавать по наследству вместе с историей. Передавать можно поднять тяжело. А, передать. А вот два утюга, вот эти утюги, вот, вот эти утюги я выкопала здесь, на своей территории, когда занималась первое дерево корчевала, которое фундамент поднимала, а второе, которое, когда рыли мы септик. О-о, ничего себе Ольга нарыла у себя на территории. Представляете? Оля, а я вот хотела, между прочим, я же купила металлоискатель. И я его даже зрителям не показала, хотела сюрприз. И летом походить, клад поискать на этом. Короче говоря, кафе у Ольги Саеха. Подожди-ка, что я говорила? А, металлоискатель. И я, когда ехала в Австралию, я говорю, Ольга, может... А, нет, Микица я сказала, может мне металлоискатель взять? О-о-о, нет, это... Ну вот не взяла. А, представляете, вот здесь у Ольги рос Карагач, вот на этом месте. И поднимал вот фундамент дома. Поднимал фундамент дома и... Ольга, хотите верьте, хотите нет. Фундамент... Ой, фундамент. Дерево было выше... Этого дома. Да, выше соседского дома. И Ольга его сама спилила. Это женщина чудо-чудное и диво-дивное. Я только вот здесь на табуретку встану, у меня голова кружится. А если бы меня посадили на дерево, то я бы там сидела до конца веков. Помните, эта комедия? Господи, где там поп с колбасой-то на гору забежал, а потом спуститься не мог. Так и я. У меня вышла маленькая заминочка с видео встречи со зрителями. Там такое сложное видео, с ним предстоит много работы. Я думала, буду выкладывать всё по порядку. Из-за этого видео я никак не выкладывала другие. По порядку тогда у меня не получается. Потому что я его буду очень долго лепить. Там много музыки. Там есть сердючко. Там есть... Ну, в общем, и т.д., и т.п. Ютуб их не пропустит. Там нужно менять музыку. Так что видео со встречи у нас пока не будет. Так что вы можете зайти на канал Ивана Рыбникова и посмотреть там. А когда я всё смонтирую, в ближайшем будущем вы его посмотрите. И сегодня я решила уже... Ну, вот как будет, так будет. Потому что другого выхода у меня нет. Оля там бегает по огороду. Ребят, я надела куртку, потому что у меня так трясло от мороза. Вот до сих пор согреться не могу. И можете себе представить. Вот всё, что вы здесь видите, это всё Ольга делала своими руками. И это дерево. В итоге она даже сама потом выкорчевывала. Вот эти камни выкладывала. Вот эти вот, вот это тоже исторические. Оль, расскажи вот про эти оградки. Потому что это, в принципе, уже можно будет потом в музей сдавать их. Да. Когда Саяхат разбирали целиком вот эти вот оградки... Ещё Саяхат стоял много-много лет. А вот эти оградки, они стояли вдоль Ташкентской... Вдоль... Да, вдоль Ташкентской стояли. Потом, короче говоря, их ликвидировали, выкорчевали все. И выбросили. Я их нашла. Выбросили за частным сектором. Просто вдоль дороги. Ни машину припарковать нельзя было, ни это. Пошла я искать хозяев. Думаю, ну, может быть, кто-то купил из частного сектора. Никто, конечно, не купил их из частного сектора. Вот так я их и прихватизировала, можно сказать. Привезла сюда и вставила. Так что вот. Это оградки с бывшего автовокзала Саяхат. Ну, а столик какой Оля сделала? Вот. Вот. Зингер. Сегодня получается у нас обзор дворика. И вот те все камни Оля тоже сама наносила. А вот эта огромная коробка, это коктейльница у Ольги. Ага, тут... Это с какого года? Ну-ка, Гост. О, 79-й год. Ну, бетон. Бетон. Бетон, нет, не бетон, бидон. Господи, все позабывала. Ну, тоже винтажный. Я помню, когда работала в столовой, вот мы такие таскали. Ну, и, в принципе, вот такие тяжести. Я с 15 лет, ребят, таскала. А сейчас удивляюсь, почему спина не согнется. Ой, что я вижу, не разогнется. Это шашлычница. И Ольга спрашивала шашлычника, чтобы он пришел, посмотрел, почему у нее горит шашлык, когда жарится. И он сказал, что у нее очень много здесь дырочек, и надо это все закрыть. Так что очень скоро мы с вами будем жарить шашлыки. А это я. Я еще как проснулась, не умывалась, не расчесывалась. А когда начала снимать, я была... Вот, вот это вот такая пижамка. Сейчас одела куртку, но все равно меня трясет и колбасят. Холодно, очень холодно. Еще один столик. Это... Это Кеша. Я его зову Кота Бармот. У Ольги кот и кошка. Ваня любит Люсю. А Кешу он так. Потому что Кеша он пушистый зверь. И светлая кожа у Кота. Шерсть светлая везде. И, естественно, кот везде валяется. Вот вчера они вдвоем валялись-валялись. Тут крутились-крутились на солнышке. Естественно, он будет такой... Грязного вида. Да, грязного. Ой, какой тепленький. Ой, ты какой тепленький. А Люся, она черненькая. Поэтому там уже и шерсть... Я тебе. И шерсть у нее короткая. Так что... Ты чего, укусить меня хочешь? Ах ты ж... Ах ты ж... Обормот. Ах ты ж, обормот. Ой, я тебе... Он играть хочет. Ну, звезда. Кешарик. Ой, ты ж... Оля. Да. Он играть хочет? Или меня... Он может лапой сильно садонуть. Нет, я тебя, Кеша, гладить не буду. М? Морда ты наглая. Какой понаскорильный кот. Вот у него тут Ольга... Тут такая была... Как вам сказать... В общем, что-то у Кисенка было с правым глазом. А Оля сама как доктор. Тут его спасало. У него глаз поцарапанный был. Так что... Вылечила котика. Бегала тоже с ним. И Люся. Тут больше недели болела. Оля, что у Люси было? У Люси? Да. Герпесный трахеит. Герпесный трахеит. Если бы... Ну, слава богу, в клинике всё сделали. Спасибо. Она обращалась в одну клинику. Потом в другую. В нескольких клиниках была. Что только там не делали. Все анализы брали. И просвечивали. И капельницы ставили. Ну, слушай. Ты, может, посоветуешь? Потому что у других, если будут котячие, собачьи проблемы, куда ты ездила, где лучшая клиника. Сейчас я до тебя дойду. И ты расскажешь. Чтоб слышно было. Нет. С Кешей у него была травма глаза. И мы были в док-премиум. Док-премиум клиника. Там есть окулист. Нас направили. Он находится в микрорайоне Жулдыс. И все посмотрели. И все посмотрели. Взяли кровь. Сделали центрифугирование крови. Плазму нам из крови сделали. И вот мы этой плазмой капали в глаз. И чем мы только там всякими каплями капали. Вот. И шов накладывали в глаз. Закрывали. Третье веко. Ну все нормально. Через месяц. Слава Богу. Все заросло. Следов не осталось. Оля, если бы была это в Австралии, это никаких бы денег не хватило. Там бы на такие операции 10 тысяч долларов было бы недостаточно. Когда Скипи был маленький, у него, знаете, вот этот крючочек, который на лапке, крючочек, ну как у нас большой палец. И у него ноготь вырос, и вот так загнулся в мякушку прямо. Я повезла его к вету, потому что я посмотрела, у него впился прямо аж до крови. Я боялась ноготок отрезать. Приехали к ветеринару. Он взял щипцы. За одну секунду. Тюк. Ногтя не стало. Ну как, он просто обрезал ноготок. И взял тогда с нас 80 долларов. Это было 22 года тому назад. Я так посмотрела, думаю, я же сама бы могла это сделать. Цены, конечно, в Австралии, если у вас болеют животные, и нет денег, это получается сумасшедший дом. Это животное тогда останется без помощи. А раньше у Оли здесь стоял топчан. Здесь такая ещё занавесочка. И можно было спать целое лето на улице. Я спросила про тюльпаны. Это ей подарили на 8 марта. И вот они до сих пор ещё какие красивые. Весна пришла. Ольга постепенно всё тут разбирает. Вот уже поставила телевизор. Обормот крутится. Я тебя гладить не буду. Хитрый кот. Потом на тебя запрыгивает и начинает делать массаж. Так вцепляется так, как когтями в кожу. Прям страшно. Какий ты саяц. Ух ты, саяц кошачий. Сейф как сейф. Это мой сейф рабочий с автовокзала Саяхат. Там хранили все, как говорится. А теперь у меня тут инструменты. А там ничего? Всё инструменты. Самое ценное, короче говоря. Богатство. Богатство, что сказать. Люся, что мяу? А? Что мяу? Эй! Люся? Мяу? Вон у неё ещё. Лапочки. Лапочки ей брили, когда капельницы ставили. Ты такая красивая. Ты такая красивая. Кс-кс. Кусим? Кусится? Она нежная кошечка. Это не Кеша. Это не Кеша. Вот тебе моя хорошая. Вот тебе моя хорошая. Дорогие мои зрители. Всё тут готово к празднику. Мы вас всех поздравляем с весной, с наурызом. Всем мира и добра. С вами была Элла Австралия. Оля Саехат, как она себя называет. Иван Рыбников вас пока не может поздравить, потому что он ещё спит. Пока, мои дорогие. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok